Внимание! Данное видео содержит нецензурную бронь, не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Ух, вот так вот. Суток времени, добрые друзья, и с вами снова, как всегда, Дэн. Сегодня у нас будет на обзоре N-FAS-12 True Ogre. Это, наверное, самая такая известная пушка, которая бесит абсолютно всех, кто играет в АПБ. Имеет она заряд, в смысле, она перед выстрелом должна набрать некоторую мощность. Ну, это где-то... Сейчас можно проверить где-то, блин, что тут... Тут лаги, реально ли лаги появляются очень сильные после этих обновлений всех. Сейчас вот 30 фпс, смотрите. 5 миллисекунд, где-то так, 5 миллисекунд. Ну, это, ну, в 5, 0,5, короче, где-то надо, чтобы... Чтобы начать вот так вот крошить. Естественно, я поставил модификацию, которая делает дальность больше, поскольку разброс тут очень дикий, дикий разброс. Тут дикий просто разброс, и это... Это, конечно, напрягает. Так, у нас уже есть враги, давайте на них протестируем новую волыну. Вот эти два дебила уже задолбали меня преследовать. Сына меня таранит, непонятно, зачем. Ну, блин, школа-то, наверное, уже, кстати, время, да, со школы вернулись, так что... Давайте посмотрим, что у нас там за враги. О, у нас одно серебро. Следовательно, сейчас будут нагибать. А может и нет. Ну, убивает оно с трёх выстрелов, ну, на очень близкой дистанции. Так, ну, что у нас там? Ну, давайте. Прошу прощения, немного болеют, так что... Вот так вот. Ну, давай, выходи, друг. Давай, выходи. Ну, 21, 21, плюс урона. В смысле, немного, немного. Вот тут опять просадки. Просадки FPS очень-очень часто встречаются. Это дело в игре этой очень-очень проблематично. Я застрял. Класс. Так, по всей видимости, нам надо ещё один грузовик взламывать. По мне стрелял снайпер, по-моему. Вот тут ещё нет. А, они тут с N-фасами, друзья. Они тут с N-фасами. Для следствия чего я тоже, наверное, буду их зарашивать, поскольку мой N-фас... Мой N-фас лучше, чем обычный этот... По сути. По сути, я не знаю, как получится на деле, но по сути, должно быть лучше у меня, чем у них. Ну, заодно и проверим, друзья, что бы и нет. Так сказать, обозревательная такая серия. Без всяких монтажей, без всего остального. В смысле, вы просто увидите, как оно используется в игре. А в игре оно используется вот так, что нашего товарища... СИБТ-шника с закрытой беты завалили. С дробовика, кстати, недавно играл на районе файтовом. Там ребятки умудряются с 80 метров шарахать с ESG дробовика. Естественно, я попытался проверить, ну, реально ли убить с ESG-шки игрока на дистанции 80 метров. Ну, естественно, у меня нихуя не получилось. Ну, там, правда, у ребят стояла модификация, увеличивающая дальность на 8 метров. Не на 80 метров, а на 8 метров. Вот такое у нас прохождение с серебряшками. Спасибо. Не сантировали, сантировали, ничего не скажешь. Так, и теперь, значит, надо угадать, где они могут быть. Они могут быть только тут. Ни где иначе, только тут. Загасил. Ну, как видите, как видите. Как видите, дробовик не так уж и крут. В плане того, что у него очень сильный разброс, и красная модификация только помогает убивать. Если я уберу красную модификацию, в плане сверловки стрела... Ну, сверловки, ствола, вот. По-моему, так, да. Если я эту модификацию уберу, естественно, урон будет еще меньше наноситься на дальние дистанции. В близких дистанциях этот дробовик убивает с трех выстрелов. На близких просто близких, почти притык. Ну, что я не скажу на чуть более близких смысле. Если на дистанции, там, пары метров, она убивается моментально, ну, вообще за доли секунды, то здесь их приходится пока наебиться. Ну, видите, это... Ну, я не знаю, ребят. Обычный инфас выносит гораздо быстрее. Скажите, что я нуб? Да, я нуб, ребят, я нуб. Но обычный инфас вынес меня быстрее в равных условиях. Смотрите, я начал заранее стрелять по эти парниши. Парниша тем самым умудрился меня все равно убить. В смысле, получается, с медузой и там, с парой человек получилось быстрее загасить чувачка этого, нежели с труогра. По сути, труогра хорош, если стрелять именно из-за углов и когда враг не знает, где ты находишься. Это да, это хороший плюс. Но используя его в таких условиях против обычного инфаса, это просто тупо. Тупо. Потому что заводной механизм вызывает такое ощущение, что это пушка такая, знаете, древняя какая-то пушка, которая, блядь, еще каких-то древних веков, которые требуют ручного заряда, знаете, типа... Там, например, надо было засыпать порох, да, вот это вот... Ну, такое ощущение, что этот дробовик именно такой вот механики. Ну, это благодаря тому механизму, механизму, который встроен в этот дробовичок. Ну, естественно, против двоих, ребят, против двоих я не смогу попереть. Это будет, увы и ах, сложно. Сложно, ну и не то слово, как сложно. Потому что два инфаса, это, конечно, жесть просто дикая. Троггер не может справиться с обычным инфасом. В смысле, со стандартным инфасом он справиться никак уж не может. Ну, давай, выходи, я знаю, что там где-то говно малое. Выкуси, падла. Ой, еще второй там. Давай! Да, бич! Просто тупо зашкваривала. Тупо двоих вынесла. Ну, видите, за угла, за угла стреляет хорошо. Не из-за угла сосет. Просто сосет и причемокивает. Ну, смотря, как бы, еще какой у тебя скилл, да, это тоже имеет роль, потому что я, ну, знаете, нуб-нубом, так что много на меня возлагать надежды не стоит. Они сейчас сюда приедут, да? Блядь! Ну, я вроде спрятался за стену, а вроде и нет. Ой, да, друзья, да, друзья, бывает такое, ну... Ладно. Мой прокол, мой прокол бывает. Ну, моего убили. Не, меня убили. И моего убили. Я легоньца так гранатой прижал. Ну, что ж с тобой делать, что поделать, что поделать. Ну, блядь, это просто был пиздос. Я бы его убил, я думаю, но... Не тут-то было. Ну, знаете, вот это вот лаги. Вот сейчас вот за этих машин у меня реально просело фпс, блядь, до 10 нахуй. Это, блядь, просто, знаете, это... Вот сейчас 16 было фпс. Вы понимаете, о чём я, да? Вы понимаете всю сложность этого пиздоворота. Просто пиздоворота. Это нереально никак иначе описать. Это жесть. А чё, у меня вид не меняется? Э, алё. А, алё. Чё за хуйня? Так, у нас по уходу всё зависло. Что же, меня благополучно выкинуло из APB Reloaded. APB Reloaded. Бляха-муха, как я тебя люблю. Ну, вы сами видите вот так вот, такой вот обзор. Что я скажу про True Ogre? Обычный инфас гораздо лучше, чем True Ogre, поскольку у True Ogre есть заводной механизм. И это довольно проблематичная хуета, которая создаёт вам много проблем. В последствии чего, играть остаётся очень сложно. Ну, он, конечно, хорош, да, против осы и против любого-другого оружия. Но стрелять он может, к сожалению, только из-за углов и... В смысле, методом крысы. Что ж, спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки. Если такие возможные. А, APB Reloaded, как всегда, скатывается, поскольку меня просто выкинуло ни из-за чего. Интернет у меня абсолютно хорошо работает. В смысле, я сейчас могу проверить. У меня всё нормально с интернетом. Я даже Wi-Fi свой подпроверил. Всё нормально работает. Меня просто взяло, тупо выкинуло. Просто тупо выкинуло из района. В смысле, это APB Reloaded, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставим лайки, подписка. Играйте в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok